привет сос друзья не хотел снимать в смысле попросили уже да обещал что снимите урожай снимать то в принципе почти уже ничего не осталось одно дело если бы все одновременно успела можно было сделать видеть ну ладно не решил все равно новую камеру и спробовать вчера ездили на рыбалку дочка щучку поймала и она судака и это было все ну погода была такая же как сейчас он смотрите темно дым жара сейчас данный момент 31 вчера было вообще 35 ну не обещает дожди да то что решили вернее решил маленько сегодня и дыни которые уже отсохли все маленько домой занести ну и пока остатки что вернее еще не сели не раздарили по сниму маленько так яблок было тоже очень много видите тут тоже остатки остались она тоже их оборвать но не успеваем опять же множество раздали это вот эти яблоки которые довольно быстро спеют и переспевают много было очень много уже после начинают есть но это зимние мячу расти да расти пока мороз не ударит немного вишни деревья голые уже он тут тоже остатки которые людям надо на собирать не приехали мы ладно птичкам в принципе да оказалось что лучше чем мы ожидали довольны довольны лук это его так этом маленьком прицепе для клада храню вернее не храню сушится он тогда утром из гаража на улицу ну пошвыряю маленько лук в принципе если сравнить с моей рукой разные есть но в основном вот именно луковицы вот такие посмотрим как он хранится будет испанские взяли желтые ну чеснок опять же не сильно много но тоже вчера уже просох до конца обрезал в один зубчик в чеснокодавку не умещается приходит супруга его реже на много раз так окурцы тоже потихоньку отходят как отходят они отойдут блин когда моя не увидит и все выру быстренько тогда они не отойдут так они еще вьются и вьются все выше и выше малина малину и обрезал уже вот так она выглядит зиме ведь остались вот только вот эти розовенькие молодые побеги не уже писали тоже что у вас низкая нет ребята она не низко она считает в данный момент как я стою вот если вот так смотреть ну чуть повыше там есть так у меня метр семьдесят четыре метр пятьдесят пять где-то точно есть вот так я его на зиму оставлю весной я посмотрю обычно вот эти кончики перемерзает весной я сделаю видео еще это это уже обрезаю обычно это все сантиметров на на 20 наверно точно выходит вот такая ровная стенка на так арбузах в принципе уже наелись каждый день по одному это если средняя если уже побольше то и один арбуз на два дня перец видите очень-очень низкие кусочки очень низкие буквально 20 сантиметров вот такие 50 иногда они даже и стоят больше вот так тоже нам хватает сажаем всегда обычно вот кусиков 56 помидоры они решили тоже я все-таки обрезал не скажем так не для соления но спорога будет залить пару банок кабачки не тоже достали я не знаю уже пинерна тоже внутри в кустах такие здоровенные штуки два куста как всегда на день лишнего клубника еще цветет тоже каждый день каждый день дети едят ну скажем тоже уже наверно цвет остатки он обычен почти до самого снижения но если честно сказать огорода уже устали все это женщины знают и тем более им это соленья виноград смотрите листья такие интересны как маленькие корзиночки вот так они скручивается действительно кислорода вот это такие грозди но там не так сильно видно но тоже есть но в принципе говорю это больше как декоративный или для вина на морозы ударят потом попробуем слив было немерено много а тогда снимал их вообще не видно было ну и считай каждый день собирали там ну по хорошенькой тарелочки да было много их действительно было видно только когда они падали на землю довольно короче остались сначала сначала ныли хоть бы попробовать но нет но тут это вишни мы тоже пробовали на этих сливах та же самая байда тоже кустовые как я говорил тоже их не видно было но довольно таки все неплохо арбузики смотрите не он подросли не кайки и сильно большие тут побиты это ух нет ребята это тоже переспевшие вот это от града нет не ошибся ты не переспевшие а то у нас два штуки уже лопнула вот полосатая тоже побольше это дыни дыни надо уже обязательно сегодня все это довольно довольно очень даже крупный хороший такой таких мы уже на штук штук 10 наносили еще пару штук знакомым отвез дыньки дыньки есть тоже отличие разные смотрите вот это маленькая она уже отсохла но если сравните все это чуть покрытие тоже довольно все они уже желтые она мы с детьми больше как по арбузам супруга больше по дыне на поэтому она сейчас ноет куда я их дену помогаете раз уж посадили слишком много то давай ешь у нас тоже два ряда арбузов конечно покупать никто не хочет как коронавирус карантин и кончились все приюты для собак и кошек переполнены люди в то время брали очень много щенков но все это окончилось и теперь не начали отдавать вот такие арбузы много говорю много размерами и печенье разные у них я думаю мы еще пока что здесь мы успеваем на я еще обещал знакомым маленько они семена хотели вроде говорит покупали точно такие же но них очень мелкие картошка картошка тоже по-разному есть куст где пол ведра мелочи или другой куст пять крупных и мелочи нету вообще до работы у меня еще сегодня платят в канаде завтра выходной это у нормальных людей выходной у меня рабочий день синий жрать хотя вот это я сегодня буквально просто пару кустиков выкопал видите вот такая такая мелочь он попадается тоже на вернее попадаются кусты такие отсыхает в принципе надо было уже копать но мы решили еще маленько подождать сегодня ночью начнутся дожди меня на 3-4 это затянется ну хоть маленько температура спадет обещает уже 19 градусов но чуть-чуть 68 вот так вот ну а потом опять пойдет 2226 так что для картошки у нас времени хватит так смотрите синева вот такая когда я сегодня еще камер включал тут буквально за камышами лежало поварение собаки к ним привыкли но когда начал подходить они все-таки ушли там вдалеке около деревьев я вижу думаю что на камеру ух дышать очень тяжело и это жара да в среду дочки уши в школу у нас не 1 сентября обычно выходит так 6 9 начнется опять для нее детский сад ну надеюсь сейчас она уже в новую школу автобус утром забирает 34 километра ехать одну сторону надеюсь маленько маленько построже будет ну зависит от характер характера еще сын учился говорит это все как детский сад действительно он закончил 11 12 в одном в один год но он и работал когда ну после школы когда работают им чего дают дополнительные пункты там короче в эту систему сами канадцы толком не врубается я уж тем более ладно ребята кстати сорвал один арбуз еще попробую порезать показать вам вчера один большой взяли бен супруга нож воткнул он треснул блин во все стороны бы как не теперь резать его ладно покажу ну чё ребята попробуем разрежем вот такой совсем небольшой но это средний арбузик видели у меня там есть и поменьше но есть и побольше которые самые большие их уже давно нету они уже семена уже смысле отобрали уже на следующий год но еще как я сказал у нас попросили еще да ну посмотрим что у нас получится это супруга дала мне самый маленький такой чтобы уж похоже было кому-то си не вырежу а не арбузами а у меня лопается он трещит слышно даже так это по ходу дела вот именно сорт который очень тонко тонкостенные арбузы семян практически нету очень тяжело с них семена вообще-то были когда мы покупали когда-то семена было написано что в них нету семен в арбузах ну короче какие-то генетические видимо но есть есть мало очень мало но видите довольно хорошие арбузы вот так в принципе с арбузами дыни я разрезать не буду они опять же хорошие вкусные лук урал ну вот этот как вы видели в тележке его ввозил вот неделю туда-сюда перемешиваю чтобы он отсыхал и теперь он в коробках в картонную обыкновенную и мою мастерскую с картошку у нас дело делается вообще очень быстро мы его копаем оставляем ее практически если мы в обед выкопали до вечера оставляем на солнышке она обсыхает в небольшие проветриваем проветриваемые мешки сразу же они как раньше делали в неделями открывали закрывали просушивали проветривали и потом только в погребе или куда-то куда нет мы сразу вечером мешки у нас получается обычно 4 30 килограммовых мешка вот таких и опять же мою мастерскую зимой обогреватель маленький держу температуру где-то между 4 и 6 плюс и в принципе нам ближе скажем так ближе к весне она у нас заканчивается картошка ну как всегда слишком много но это у нас нормально ну а вот это все арбузы арбузы я сейчас пока буду отрывать только у которых хвостик отсох дымки также опять в мастерскую да там я сейчас окно закрыл темно должно быть маленько прохладно но и будут они если не успевать не будет будут опять взрываться это у нас каждый год слышь как выстрел с мелкашки бам смотришь брызнула все арбуз перекисло можно солить многие в россии я имею ввиду русские не знают это это обычно делают российские немцы они засалывают арбузы на зиму получается очень вкусно у нас это никто не ест поэтому мы пытаемся съедать так ладно ребята спасибо за внимание и надеюсь у вас урожай такой же как у меня всего вам хорошего до новых видео до свидания